Меня зовут Наталья и я рада приветствовать вас на своей загородной кухне. Сегодня необычный рецепт. Приготовив его раз, вы перестанете покупать магазинные шоколадки. При этом мы не будем добавлять ни шоколада, ни муки, ни масла. Буквально 10 минут и готово! Не забывайте подписываться и на данный мой канал тоже, чтобы не потерять этот и подобные рецепты. Понадобится всего одно куриное яйцо. Взяла 100 грамм сахара, это 5 столовых ложек без горки. Понадобится 10 грамм ванильного сахара. Обязательно добавляю щепотку соли для баланса вкуса. Теперь эти ингредиенты буду взбивать миксером около 3-5 минут. Мне нужна светлая пена. Посмотрите, пена густая и достаточно светлая. Для рецепта я взяла сухое молоко. Здесь 15 грамм. И еще один ингредиент – столовая ложка какао. Убавляю обороты миксера и взбиваю все до однородности. Посмотрите, комочков нет, а значит, тесто готово. Я заранее обжарила 250 грамм арахиса. Буду измельчать его с помощью ножа. Я специально не брала чашу блендера или кофемолку. Измельчаю ножом, чтобы получить достаточно крупные кусочки арахиса. Это и есть все ингредиенты, которые нам понадобятся для сегодняшнего рецепта. Посмотрите, кусочки арахиса должны получиться приблизительно вот такие. А теперь весь этот арахис добавляю к нашему тесту. Все тщательно перемешиваем. Масса должна получиться довольно плотной. Дальше мы будем формировать наши батончики. А пока я включу духовку. Духовку я включила на 160 градусов. Противень я подготовила и выстелила его силиконизированным пергаментом. Также я одела перчатки. Мне будет так удобнее формировать свои батончики. Но, безусловно, можно использовать, к примеру, две ложки. Беру где-то немножко больше, чем столовую ложку массы и формирую небольшой батончик. Кстати, не обязательно использовать для этого рецепта именно арахис. Вы можете подобрать какие-то орехи, те, которые вам нравятся. Фундук, кешью или грецкий орех. Еще важно о размере. Они не должны быть чересчур большими, чтобы они успели хорошо пропечься и впоследствии были хрустящими и вкусными. Кстати, не обязательно делать именно такую форму, продолговатую. Вы можете сделать небольшие кругленькие печенюшки. Только не забывайте, большие изделия не делайте. Потому что они не пропекутся и не будут настолько хрустящими. Из этого количества ингредиентов получается 9 вот таких батончиков. Запекать буду, как я уже сказала, при температуре 160 градусов. Печься они будут 15 минут. Мои печенюшки готовы. Запекались они у меня 25 минут, так что 15 минут все-таки мало. Я им дам немножечко остыть, а затем уберу с пергамента, переложу на блюдо. Печенье у меня остывало ровно 10 минут. Посмотрите, теперь мы убираем без проблем его из пергамента. Некоторые склеились печенье, все-таки за счет того, что я их близко чересчур положила. Но они прекрасно разламываются. Я сейчас разломаю один, и вы посмотрите, насколько они хрустящие. Посмотрите, они настолько легкие и очень воздушные. Они, наверное, напоминают, очень напоминают сникерс или какой-то нац. Несмотря на то, что печенье, возможно, не самое симпатичное, поверьте, это действительно очень-очень вкусно. Я вам рекомендую приготовить такие вкусняшки к чаю или кофе. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И обязательно ставьте лайки и пишите свои комментарии. Мне будет очень-очень приятно. До новых встреч!